Тайга Также известная, как географическая подзона, относящаяся к субарктическому хвойному лесному поясу, который простирается по широкому пространству от Северной Америки до Евразии и занимает 17% земной поверхности, что является в разы больше Амазонии. Тайга также имеет самую высокую плотность по количеству рек и природных источников. Эти чистейшие воды являются жизненно важными для местных кочевников с доисторических времен. Меня зовут Роман Газин, и я занимаюсь созданием премиальных водок. Для того, чтобы получить превосходный продукт, я постоянно ищу самую чистую таежную воду. Но, кроме всего прочего, я надеюсь найти возможности и средства, чтобы сохранить эту уникальную кубкую экосистему. Мы находимся на границе между Монголией и Бурятией. Люди, живущие здесь, это древняя туркоязычная народность Дархат. Сегодня более половины ее представителей уже расстались со своим кочевым образом жизни и осели в близлежащих селах. Хотя остальные все еще мигрируют за своими стадами. Мой план, следуя за зимней миграцией, взять пробы воды по пути. Но сначала я должен встретиться с моим местным проводником Юрой. Он настаивает, чтобы мы сначала остановились поесть и выпить вместе. Мой проводник Юра делает традиционный ритуальный тост. Как и во многих культурах мира, эта церемония имеет аллегорический смысл. Он символически превращает водку в архан, что в переводе означает «вода жизни». Хорошо. 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 В 2016 году, проработав много лет в премиальной алкогольной индустрии, мои партнеры и я открыли собственную компанию. Поставив себе задачу создать лучшую в мире водку, мы решили назвать ее «Тайга Штоф». Штоф – это старая водочная мера, используемая во времена Российской империи, кои измерялись чуть больше 1,2 литра водки. Я большой коллекционер этих бутылок и использую их, чтобы собирать образцы воды во время своих экспедиций, так как стекло лучше всего сохраняет качество воды. Утром я наткнулся на большую редкость. Мотоцикл «Урал» в рабочем состоянии. Эти мотоциклы все еще работают в этих отдаленных местах. Почему бы и не прокатиться? Кочевники Дархата сменяют пастбище каждый сезон. Зимняя миграция самая длинная. Кочевники путешествуют в течение недели на расстояние до 150 километров. Стада сгоняют на более низкие высоты, где меньше снегопадов. Дискотина может выкопать из-под снега мертвую траву и переработать целлозу в энергию, которая едва позволяет им выжить до следующей весны. Кикикик! Из-за уникального минерального состава некоторые источники никогда не замерзают. Даже в самую лютую зиму, когда температура наружного воздуха достигает минус 40 градусов по Цельсию. Тем не менее, вода на вкус восхитительно мягкая. Гидротерапия всегда была частью местной культуры. Юра рассказывает мне, что в течение лета кочевники приходят сюда и пьют воду. Каждый источник имеет разный вкус и, как говорят, вылечивает определенный человеческий орган. Да, вот она, хорошая вода. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять химический состав этих вод и их возможную терапевтическую ценность. Один раз, да? Жить рядом с природой, а иногда и поклоняться ей. Экологические знания незаменимы для кочевой культуры. Духовная связь между человеком и природой выражается через ритуалы и церемонии приношениями. Эти местные колоритные текстуры и цвета послужили вдохновением в создании нашей водки. Мы преподносим первую бутылку Таги Штов духом Земли. Слышка, давай, дружище. Кочевник представляет собой героическую альтернативу нашей оседлой городской культуре. Эти люди чувствуют, что они принадлежат к обширному пространству, неограниченному заборами и укреплениями. Они двигаются в соответствии с временами года, вслед за перелетными птицами и животными. Для меня Тайга символизирует этот нерушимый человеческий губ. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Роль, которую мы выбираем, чтобы играть в сохранении этой среды обитания и лечебных вод, будет определять будущий курс нашей цивилизации. Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок